Очень много работы с мячом, мы сразу включились в работу, в такую игровую упражнение, много передвижения, интенсивность высокая, ну нам нравится, ребята довольны. И как в такую жару вообще занимается? Ну нам выбирать не приходится погода, работаем в любых условиях, и в холод, и в жару, нам без разницы, лишь бы мяч был и поле. Ты сказал, что очень много работы с мячом, а значит ли это, что Влад не так над вами издевается пока что? Нет, Влад все равно издевается, конечно, ему дают свободу действий, но мы уже более адаптированы к его упражнениям, к его нагрузкам, поэтому сейчас нет такого, что прям очень-очень тяжело. Тяжело, да, обычные сборы, обычная работа. Наверное, ребятам, которые из двойки пришли, вот им тяжело быть? Я думаю, что да, им сейчас будет тяжелее адаптироваться еще. Скажи, пожалуйста, учитывая, что у многих ребят нет в сборниках, я так посмотрел, ну приличное количество не хватает, причем лидеров всех, насколько вы уже без них какие-то там наигрываете комбинации, взаимодействия, или пока это все до второго сбора отложено? Ну я бы сказал, что это больше внутренняя кухня, насчет наигрывания комбинаций, сейчас пока общие какие-то закладки, а фундаменты идут, поэтому, я же говорю, больше беговой работа. Евро смотрите? Конечно. Команды или, учитывая, что вы все здесь сидите, или как-то по отдельности все? По-разному, бывают и команды, и по отдельности. Кто-то на массаже лежит, смотрит, кто-то собирается в общей комнате отдыха, там смотрит футбол, кто-то в номере предпочитает одному полежать, посмотреть. Какая была реакция на поражение от Дании и вылет России с Евро? Ну, реакция какая? Неудовлетворительная, я думаю, что ребята сами неудовлетворены их результатом, поэтому надо сделать работу над ошибками, выводами, и все, двигаться дальше. А общались с ребятами из сборной по этому поводу? Я с Ромой Зобниным переписывался пару раз, сильно не надоедал ему, так что пару раз мы списались, как дела, как состояние, и все. Какие слова поддержки сказал он будет? Ну, я ему написал вчера сообщение, но, опять же, это так, наши личные дочки. Когда вы смотрите матч российской сборной, выникает мысль, что на месте того-то мог быть я. Ну, это не мой выбор, это выбор главного тренера, во-первых, сборной. Так что здесь таких даже разговоров не может быть. Как решает главный тренер, тренерский штаб так и будет. Приступили ли к общению с клубом о продлении контракта? Нет, на эту тему мы не разговаривали, ни с кем не общались. Сейчас пока все мысли только о сборах, о подготовке к новой сезону. Покажет работу, да? Да. Виталий, как человек сам, какое впечатление? Что за мужик? Как мужик, не знаю. Я мужчинами не увлекаюсь. Ну, ладно, это все шутки. Пока не знаю, пока тренер присматривается, это нормальная ситуация. То есть у него новый коллектив, новые ребята, тем более другая сторона, совсем другой менталитет. Сейчас, так сказать, идет процесс притирки, я думаю. И дальше уже спустя какое-то время, наверное, можно будет сказать что-то об этом. Сейчас пока присматривается, я думаю, к ребятам, команде, ко всем. Что-то уже по-русски он вам говорит, команда какие-то отдает? Да, старается по-русски уже. Я думаю, что у него очень хороший такой будет словарный запас русского, потому что, в принципе, португальцы по опыту, как у нас были бразильцы, хорошо по-русски говорили. Я думаю, что у него тоже все пойдет отлично в этом плане. Ваш бэкграунд игры в нападение как-то используют для бренеров? Ни в коем случае. Это уже пройденный этап. Ответ говорит о том, что вам не очень нравятся такие эксперименты? Ну, это все равно, что не знаю. Даже не знаю, с чем вам сравнить. Но просто я не нападающий, я привык играть всю жизнь на позиции центрального защитника, поэтому очень тяжело перестраиваться. И это не моя позиция абсолютно. Уже почувствовали, что при новом тренере будет петь строение, например, в парольном? Что играем будет в два центральных? Пока это невозможно сказать, потому что мы на тренировках работаем в более смешанных группах. И не сказать, что на тактике работаем. Больше просто игровых упражнений каких-то. На укороченное поле, на сближенные ворота, что-то такое. А Руи уже провел беседу индивидуальную с каждым из тех, кто сейчас на сборе. Не так много все-таки ребят здесь? Нет, пока индивидуальных бесед не было никаких. Опять же, идет процесс притирки. Поэтому он смотрит со стороны на команду, на ребят, кто как реагирует, кто как адаптируется. Все тому подобное. Я думаю, что индивидуальные какие-то беседы будут уже позже. Очень много вернулось сейчас из аренды Спартака, ребят. Там твоих конкурентов нет прямых на позицию. Как ты считаешь, насколько у них велики шансы остаться, как они себя проявляют на тренировках? И в целом, насколько они нужны Спартаку и игроки на этих позициях сейчас? В Спартаку все игроки нужны, все, кто наши. Я считаю, у всех ребят есть шанс. Все себя отлично проявляют. Впереди еще будут вторые сборы, там будут контрольные матчи. И у ребят будет шанс себя проявить, показать. И уже все будет зависеть только от тренера дальше. По ходу прошлого сезона, еще полтора сезона назад, говорилось о том, что вы можете выйти в два варианта. Сейчас мыслей таких вообще нет. Вы себя видите целиком в Спартаке? Или все-таки все зависит от того, как вы пройдете подсеронкой и поймете, видеть ли у вас тренировка составит? Ну, вы, в принципе, ответили на свой же вопрос. Потому что сейчас я думаю только о сборах, только о подготовке. У меня нет никаких мыслей ни о контракте, ни о баренде, ни о чем. Сейчас есть новый тренер, новая страница, новый сезон. И только время покажет, что будет дальше. Я сейчас пока не могу и на этом ничего сказать. Ты правильно понимаешь, по высказанным вами, что на скамейке сидеть вы больше не хотите? А вы спросите, кто хочет сидеть на скамейке с футболистом? Спасибо. Спасибо.